очень частый вопрос использую ли я под мульчи из коры черный материал до использую по всему периметру сада шириной в 50 сантиметров под корой у меня идет черный утросил идет не сплошной лентой там где расстояние до растений большое он поселен нет в основном в основном у меня от забора отступ около метра посажены растения есть исключение вот например раджерсия сидит вплотную к забору посажена была где-то сантиметров 50 расстояние было но она разрастает с такими подземными отростками такими вот разные стороны и сама уже сюда к забору поползла здесь уже черного материала нет но здесь и сорняки не будут расти раджерсия им это просто не даст она открывает такой крупный лист и у сорняков нет доступа света для роста то есть вот лента идет 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 вдоль забора там прерывается там дальше между туи и забором опять постелен черный материал где-то эта полоса из черного материала шире где-то уже идет сантиметров 40 в два слоя так подворачиваю от забора и насыпаю коры эти полосы сделаны с трех сторон от соседей и с четвертой стороны от улицы чтобы ко мне не переползли не смогли переползти корневищные сорняки такая зона отчуждения если ты уже давно ничего не растет и не сеется огромные сосны не дают но в начале когда только были посажены сосны и здесь просто сплошняком роз бурьян этот отбойник из черного украиного материала очень меня выручал то есть застелил засыпал корой и забыл сверху один прилетит посеется его легко очень выдрать внутри сада у меня вся земля поделена на зоны дорожками на бетонном основании поэтому мне нет нужды отделять еще и черным материалом одну зону на другой если бы дорожки шли на песочном основании и под ними можно было бы сорняку пролезть я бы из краю вдоль дорожки тоже также бы стелила черный укрывной чтобы отгородить одну зону от другой самая проблемная сорнячная зона у меня это стык подпорной стенки и газона газон громко сказано это лужок мы косим то что у нас здесь росло изначально и это все лезет через камни камни лежат без бетона без цемента просто опертые на землю пересыпанную мелким гравием для дренажа основание бетонного под опорной стенкой тоже нет поэтому корневищные сорняки агрессивные свободно могут пролезать туда поднимаясь как по ступенечкам по этим камням и вылезают там вот культурных растениях здесь я применяю гербициды вот так прохожу и выжигаю такую ленту 10-15 сантиметров шириной она получается все на два сезона мне хватает этого защищает мои культурные насаждения от непрошенных гостей очень хорошо спасают от сорняков плотные посадки растений вот как например здесь манжетка она рано выходит из зимы все закрывает своим листом никто снизу не может пролезть света нет и сверху насеется тоже туда сквозь эти зонтики семена не могут пробиться там где растения не посажены под крупными деревьями вот как под этой яблони допустим тоже мне нет нужды селить агро волокно я все мульчирую толстым слоем травой соломой дробленными веточками корой в общем все что есть под траву могу положить кусок картона если вижу что какие-то агрессивные сорняки полезли и все это надолго защищает от сорнячиной напасти почему не застилаю всю площадь под корой ну во-первых смысла нет никакого сорняки здесь и так не растут корневая этих растений заняла все пространство и еще и да и свободное место закончились сверху ну прилетит что-нибудь так подошел и дернул еще секундное дело я могу за полчаса весь свой сад так прополоть максимум ведро сорняков таких залетных на собираю два раза в месяц я прохожусь вся прополка на этом во вторых черный укровной материал и это я видела собственными глазами не любят деревья большие мои кедры сидели под укрывным материалом я тогда еще только начинала осваивать землю очень много было сорняков и борщевик и всякие такие же злостные агрессивные сорнячища и я на первое время застелила черным укровным поверхность земли а потом эти кедры пересаживали и вся корневая была на поверхности между землей и черным укровным материалом бедняжки корешки задыхались и искали выход на поверхность ну и в третьих кора дает дышать земли и корням и хоть и немного но питает разлагаясь под ней с удовольствием размножаются червячки там где я сажаю новые растения отгребаю кору там очень хорошая земля рыхлая а под черным укровным материалом земля спрессовывается в бетон еще один случай когда я использую черный нетканый материал у себя в саду это когда мне нужно отвоевать участок земли у сорняков отвоевать раз и навсегда вот здесь в вишневом саду я буду создавать в память о своей любимой бабушке бордер из тюльпанов красных с нарциссами у нее в палисаднике так росло под вишнями тюльпаны нарциссами и я начала готовить землю под перекопку застелила этот участок земли черным нетканым материалом самым плотным 160 грамм на метр квадратный плотность очень плотный прижала камушками чтобы исключить попадание к земле света полностью перекрыть попадание света осенью я это все буду перекапывать на штык лопаты и сажать луковичные то есть за этот сезон за три месяца все сорняки которые там были погибнут без вегетации они погибнут при перекопке я выберу остатки корней и все земля будет чистая посажу луковицы и сверху чем-то замульчирую мульчи какой-нибудь вот сад вишневый смотрите у меня замульчирован соломой основание деревьев перерубленные веточки кустарников а основная площадь солома сквозь солому все равно нет нет да и пробьется какой-нибудь сорнячок и сама солому может сорничать тоже сеять семена а там где готовится место под посадку луковичных или многолетников каких-то я действую вот так радикально застелила перекопала и потом держу по толстым слоем мульчи уже ничего не пробьется сквозь нее поступил запрос порекомендовать шланг поливочный легкий которым я пользуюсь я тут пользуюсь уже пятый год вот такими шлангами специально зашла на леруа мерлен посмотрела они есть сейчас в наличии вот фирма 15 метровый стоит двух тысяч там 1900 тыры пыры чего-то там с копейками хватает так значит самое главное он идет уже вот с такой насадкой несколько режимов полива я пользуюсь двумя крайними душ и струя реально дает мощную струю вот между плитками промывать и мягкий душ полить очень легкая вот это вот насадка поливочная прям невесомые все крепления все входит в эту стоимость вот на другом конце на кран тоже самое главное значит невесомый совершенно вид вот такой упаковки так я покупаю такие шланги каждый год пошут один даже новый запасной остался купленный в прошлом году не пригодился потому что эти продолжают служить вот этому смотрите два года в таком состоянии вот этому три года нигде не прорвался но он уже такой страшненький как старый червячок первым 1 выходит из строя насадка у нее там внутри какая-то пружинка какая-то общем запчасть выходит из строя не лечится общем от заболевания ну и я ставлю вот такую гарденовскую насадку они коннектятся между собой и все и готово дело продолжаем работать помимо того что очень легкие еще один плюс эти шланги не заламываются вот так вот как например там резиновые от гардена то есть он постоянно в наполненном видео он постоянно держит форму и не завязывается узлами совершенно спокойно вот его там как вот кто его не обязательно сворачивать как-то его скамякал быстренько схватил побежал и используешь не надо ничего распутывать по три дня я пользовалась резиновыми на старой даче но это жуть тяжеленные и вот заломился он где-то там в 10 метрах от тебя и пока ты все не распутаешь вода не пойдет у меня по всему саду проведена вот такая система полива это наш сантехник делал который нам в доме все делалось отопление и воду до снабжения и вот он развел вот такие трубки по периметру каждому каждой зоне в саду подведен такой краник и вот берем этот шланг так вот папа мама хрябс это трехчетвертной по моему соединение если надо я у мужа уточню подробнее там напишу задавайте вопросы все открываем но минус нужен приличный напор чтобы наполнился шланг чтобы держать он же гибкий и чтобы по нему вода хорошо шла знаете как по вене по артерии напор должен быть приличный иначе он будет сдуваться надуваться сдуваться надуваться у меня мама вот проблемы с этим было раньше там поставили нормальный насос и все пошло как надо небольшие появляются вот такие вот там трещинки дырочки но они вообще никак на качество работы не влияют храню я их в теплом сухом помещении в подвале на морозе я думаю попортится эта резиночка еще вот взял пошел поливать после окончания работы я его обязательно сливаю чтобы он под напряжением как бы не находился в таком раздутом состоянии как бы так берегу на солнышке не особо выгорают за счет яркого такого цвета находишь его душу меня привычка дурацкая все брошу в том хожу ищу где совок где лопата в бочку налить воды и вообще без проблем полить пошел вот оптимальный размер 15 метров пробовала и 30 и 10 ну в общем вот чтобы везде достать 15 для меня самое оптимальное решение а до растения там какие-то многолетники посажены и он обходит он такой прям как змеюка гибкий ну и за счет того что легкий не сшибает растение потому что там несешься поливать не видишь сзади тебя происходит не ломает растение в общем если коротко то вот так вроде все рассказала самое основное искренне рекомендую проверено бабы нюрой думаю и м и и Продолжение следует...